Да, уважаемый Михаил Наумович, у меня будет тоже четыре вопроса. Первое, вот средства, которые будет накапливать региональный оператор с учетом инфляции, существенным образом будут все-таки обесцениваться. И каким образом планируется сохранять реальную покупательскую способность денег в этой ситуации? Ну, надо сказать, что мы здесь являемся, как законопослушными гражданами, Константин Олегович, нам жилищный кодекс предусматривает, допустим, 2014 год, собирать взносы с населения, но непозволительно их тратить. То есть они весь 2014 год будут поступать, но тратить мы их не можем. Естественно, если будет инфляция в нашей стране, я так думаю, что, скорее всего, она будет, они в какой-то степени потеряют свою ценность. Но единственным средством сохранения их, единственным, что возможно в данном случае сделать, это разместить их на депозитных счетах, с тем, чтобы с учетом получения процентов за хранение на депозитном счете, каким-то образом все-таки спасти их от инфляции. Этот механизм предусмотрен. Спасибо. Второй вопрос. Какие механизмы защиты денежных средств на каплях региональным операторам вы планируете реализовывать данным законопроекте? То есть вообще будут ли они страховаться, либо что-то подобное? Здесь речь идет, ну это не только в нашем законопроекте, это и в самом жилищном кодексе, что все убытки, нанесенные собственником в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения ремонта, подлежат возвращению региональным операторам. И вторая статья после этой гласит, что субъект федерации несет субсидиарную ответственность, то есть, что если региональный оператор не сможет эту ответственность нести, не сможет возместить, значит бюджет будет возмещать. Но я так рассчитываю, что все-таки при такой жесткой системе контроля и при таком способе организации, такого не должно быть, Константин Олегович, не должны собственники понести убытки. У нас же предусмотрено постоянное информирование их о состоянии счета. Если со счета списываются деньги на какие-то дела, а есть твердо ограниченный перечень, это все непосредственно должно появиться в их доме. И если вдруг там появляется что-то такое, денег нет, а в доме ничего не появилось, то, естественно, сразу же это будет заметно. И мне кажется, что никаких таких хищений или путаницы с этими счетами не должно, по идее, быть. Спасибо, Михаил Иванович. Вот третий вопрос. Поскажите, пожалуйста, мы с 2014 года переходим на федеральную контрактную систему. Но я так понимаю, что в этой ситуации региональный оператор не будет подпадать под это. И как тогда? Не будет ли проводиться ремонты по каким-то завышенным ценам? Как вообще регулироваться будет ценообразование в этой ситуации? Ну, по завышенным ценам трудно произвести ремонты вообще, в принципе, потому что в законе есть норма в жилищном кодексе, что у всех видов ремонта есть предельный размер. Поэтому больше, чем этот предельный размер, заплатить невозможно. Можно заплатить только в том случае, если на это дополнительно собственники собирают деньги. Вот что касается, например, лифтов. Запланировано этот лимит, предельный лимит на покупку лифта строится на его рыночной цене. И, в принципе, дороже рыночной цены купить невозможно. Можно купить более дорогую модель, но только в том случае, если эту разницу покроют собственники из средств, собранных на капитальный ремонт. Что касается механизма, может быть, дешевле удастся купить. Для этого предусмотрен механизм привлечения достаточно серьезных подрядных организаций, залога определенного, страховки, страхового полиса и других механизмов. И все механизмы направлены на то, чтобы деньги не пропали и чтобы было предложено. На конкурсах все это происходит, хоть и не по закону о контрактной системе, но, тем не менее, на конкурсах. Таким образом, есть несколько положений, которые, на мой взгляд, практически гарантируют, что цена будет даже не предельная рыночная, а даже дешевая. Спасибо, Михаил Иванович. И вот крайний вопрос какой. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, и в проекте закона это прописано, что правительство отчитывается о выполнении программы капремонта, а законодательное собрание утверждает этот отчет. Во-первых, какие последствия неутверждения законодательным собранием этого отчета? Потому что это, по сути говоря, контрольные функции законодательного собрания. И хотелось бы тогда услышать это. И второе, может быть, вообще нам подумать, а почему правительство утверждает программу? А может быть, законодательному собранию дать все-таки полномочия по утверждению этой программы, по предложению пройтся? Спасибо. Я вот, Сергей Николаевич, только что по этому поводу говорил, что строчка у нас по государственной поддержке в бюджете есть, и мы ее утверждаем, то есть законодательное собрание ее утверждает. А расчет к этой строчке, то, что положено по бюджетному кодексу экономическое обоснование, является как раз программа на этот год. То есть законодательное собрание видит программу в момент принятия бюджета, видит, какой объем средств из бюджета планируется на выполнение этой программы. Поэтому, когда рассматривается отчет, то какие последствия? Если вы видите, что был запланирован ремонт в доме, где он не выполнен почему-то, то есть региональная программа не выполнена, это сразу становится вам известным, всем депутатам законодательного собрания, это становится известным общественности, и становится предметом обсуждения, и в этой связи возникают соответствующие последствия, вплоть до привлечения к уголовной ответственности соответствующих должностных лиц. Продолжение следует...